Татьяна Устюкова Глядя на мою героиню со стороны, честное слово, такое чувство, что она закончила не медицинский вуз, а курс управления инновационным кораблем. Уверена, рассекая просторы своей больницы, она готова к любым испытаниям. Могу и больных на себе через поле в бою понесу. Да, это во мне есть такой боевой дух. Татьяна старший фельдшер-лаборант. Стоит добавить лучший во всей области. Так решили члены жюри регионального этапа всероссийского конкурса. Сама лаборатория, она у нас такая большая. Здесь выполняются различные виды исследований. Медиостры в процедурных кабинетах берут венозную кровь, доставляют нам в лабораторию, и мы её тут уже на анализаторах исследуем. Ещё Флоренс Найтингел повторяла, что эффективная помощь пациенту – это создание наилучших условий для активации его собственных сил. Так вот, Татьяна и есть тот самый первый этап, который определяет, что с пациентом делать дальше. И роль медицинской сестры – моя роль в том, чтобы все диагностические исследования были проведены в самые короткие сроки и максимально эффективно. Для этого у нас в больнице сегодня есть всё необходимое. Это и современное оборудование, и самое главное – высококлассные специалисты в различных областях медицины. В этой профессии я работаю уже 20 лет, сразу после окончания медицинского колледжа. Можно ли в это поверить, глядя на стройных красавиц в белых халатах, как будто по ошибке прямо с подиума заглянувших в больницу? Да, у нас главный врач отбирает молодых, красивых, стройных. Он следит за статусом больницы. Жаль, большинство пациентов об этом даже не вспомнят. Многие попадают в отделение в бессознательном состоянии. Так что если для медицинских сестёр новый больной, как неразгаданный кроссфорд судоку, то для пациентов красивый медработник всё равно, что мираж. Главное – не терять чувство юмора. Врачи хорошие, да. Ну, чтобы как-то подбодрить, поддержать пациента, потому что некоторые на самом деле тяжёлые, больные. И пусть от бессонных ночей на дежурстве появляются лишние морщины, с улыбкой говорит Татьяна, дело своей жизни она ни за что не бросит. С самого детства мечтала помогать людям. Мягкие игрушки у меня были просто неподъёмные, потому что им делали уколы, инъекции с водой. А также, наверное, насмотрелась фильмы о врачах. Меня всегда привлекали такие вот строгие, красивые тёти в чистых белых халатах, сейчас можно даже сказать в стерильных. А всё-таки хорошо, что современные медсёстры и лаборанты так далеки от устоявшихся стереотипов советской эпохи. Вот только не стоит думать, что к победе Татьяну привели стройные ноги и длинные ресницы. Конкурс лучшей в профессии проходил заочно. Вместо дефиле – написание научно-практической работы, альтернатива визитной карточке, трёхминутный ролик. Сначала мне было страшно. Я думала, она поучаствовала, и всё, главное – участие. А потом уже чем дальше… Проснулся спортсмен. Да, проснулся спортсмен. Спортивный интерес. Многие соперники не знали, какой упёртый спортсмен кроется под этим белым халатом. Даже сегодня в своём плотном графике она находит время для тренировок. Сказывается, восьмилетний опыт занятия на байдарках. Родители были в ужасе. Меня мама всегда ругала. Она говорит, ты посмотри на свои руки, они тебя как у Геракла. Лихо записавшись с подружкой в спортивную секцию, Татьяна плохо представляла себе, что это такое. Зато ни один, даже самый хулиганистый двоечник не рисковал её обидеть. А любой спорт с мальчишками заканчивался борьбой на руках или подтягиванием. Был шок сначала, потому что, как оказалось, моим подружками там должны стать гантели, штанги, весла. Она точно не из тех, кто будет жаловаться на занятость и торопиться к любимому дивану. Если лучший источник энергии – молодёжь, значит, нужно держаться поближе к блоку питания. Решили они с подругами и сами не поняли, как создали группу поддержки хоккейного клуба «Рязань». Там очень мало взрослых тёть, возраст мы не выдаём. В основном там школьницы, студенты у нас. От стадиона, от энергетики, которая царит на стадионе, заряжаешься энергией. И вот идёшь туда, уставший, даже после полутора суток, проведённых в больнице на работе. Правда, оказалось, что блестящих помпонов, танцевальных связок и активных женщин для успеха в хоккее недостаточно. Когда дошло до выбора формы, девочки выбрали красивую. Мы купили то, что нам понравилось – белые юбки и красные футболки, потому что красно, красиво, ярко. И когда мы пришли на хоккей, мы спросили, говорим, а где наша команда, наши игроки? А нам говорят, вот, в синей форме, а вы, говорят, вообще, за кого болеете-то? Сегодня компанию «Задорных подруг» можно увидеть и в театре, и в фитнес-клубе, и на стадионе. Стала традицией вместе смотреть хоккейные матчи и придумывать очередной яркий выход. Скажет ли кто-нибудь, что она мама вот этого богатыря, который в этом году сдаёт школьные экзамены и точно знает, что медицина не станет семейным делом? Он говорит, я, мама, на тебя насмотрелся, я так не хочу. Видимо, скоро рядом с белым халатом дома появится военная форма, а может и все две. Вот он у меня сначала хотел в десантное училище, я говорю, я тебя не пущу с парашют прыгать. Он такой, мама, ну как же так, там же все будут прыгать. Я говорю, ты скажи там своим командирам только с мамой. Я говорю, мама сначала первая всё опробует, потом тебя пропустит. Её профессия – это жизнь по графику, праздники на работе и тот самый длинный коридор, в котором именно медицинские сотрудники протягивают руку помощи и дарят второй шанс. Но именно за это она готова отдать и вечера, и бой курантов в новогоднюю ночь. Знакомые друзья всегда звонят, поздравляют, потом охуя, ахуя, так, Татьяна, опять дежуришь уже восьмой год, Новый год в больнице встречаешь. Стоит ли удивляться, что чистота и порядок давно стали чем-то вроде профессионального бзика. Так что если строгая тётя делает замечание вашему ребёнку, пробующему в песочнице куличики, возможно, это Татьяна Устюкова, и стоит прислушаться. В Рязани много представительниц прекрасного пола, доказавших, что они лучшие в работе и добившихся определённого уважения. Но не все из них умеют оставаться женщинами до конца. Покупать красивые туфли и платья, менять помаду и духи в зависимости от настроения и планов и гордо шагать на высоких шпильках независимо от того, сколько часов провели на службе. Так что кому придётся труднее всех, так это будущей невестке Татьяны. Планка высока. Мы её отберём, у нас будет конкурс девушек. Пример Татьяны говорит о том, что иногда очень неплохо сменить курс и не следовать шаблонам. Как ни старалась мама, так и не получилось из её дочки-музыканта. Зато эта глазастая девочка, когда-то панически боявшаяся фотографа, сегодня смело даёт интервью о своих достижениях. Всех вопросов боялась, я очень переживала, волновалась, но так вот как-то вся жизнь у меня пролетела в один день. Сразу у меня всё вспомнилось и детство, и школа, школьные годы, и как я спортом занималась. Впереди новые цели. Соперничество с лучшими специалистами России, поступление сына в высшее учебное заведение, свежие программы для хоккейного клуба. Так что унывать некогда. Трудности подстёгивает, и чем их больше, тем больше хочется их преодолевать, и откуда-то берутся силы, я даже сама поражаюсь, но силы всегда находятся. Её плечи без сомнений выдержат любой груз, но очень хочется пожелать не проверять этот факт и всегда сохранять удивительный дар – оставаться женщиной даже в самых непростых и противоречивых ситуациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова